Прежде всего хотел бы поблагодарить моего коллегу, федерального президента Австрийской Республики, господина Ван Дербелина, за тёплый приём и откровенный содержательный разговор. Австрия – важнейший и надёжный партнёр Беларуси в нашей общей Европе. Мы придаём большое значение развитию взаимовыгодного сотрудничества и в полной мере удовлетворены позитивной динамикой белорусско-австрийских отношений. Сегодняшние переговоры вновь продемонстрировали, что подходы наших стран по основным проблемам достаточно близки. Нам интересен австрийский опыт во многих сферах, который вполне может быть применим в Беларуси. Мы высоко ценим усилия Вены, направленные на проведение и наведение мостов между основными геополитическими центрами, снижение напряжённости в Европе и в мире. Минск ставит такие же цели в своей внешнеполитической деятельности. Констатируем, что СААП США способны внести весомый вклад в восстановление стабильности и укрепление международной безопасности. Беларусь будет признательна австрийскому руководству за поддержку наших инициатив в этом направлении. Мы договорились продолжить совместную работу в рамках международных организаций. Рад подтвердить, что Беларусь поддержит кандидатуру Австрии на выборы в состав непостоянных членов Совета безопасности в 1927-1928 годах. Предметно обсудили с федеральным президентом тематику охраны окружающей среды, противодействия негативным изменениям климата. Беларусь поддерживает инициативу по повышению климатических амбиций, которая выдвинута президентом Австрии, о необходимости конкретных действий для предотвращения глобального климатического кризиса. К слову, Минск последовательно в одностороннем порядке поднимает для себя планку по сокращению выбросов парниковых газов. Мы высоко ценим поддержку Австрии, наших усилий по развитию отношений с Евросоюзом, который является для Беларуси вторым по значимости торговым партнером. А в последнее время, в том числе благодаря активной работе австрийского представительства в 1918 году, Евросоюз становится для нас также весомым политическим и инвестиционным партнером. Только за последние два года объем финансовой поддержки Европейским инвестиционным банкам и Европейским банкам реконструкции и развития проекта в белорусском госсекторе достиг 700 миллионов евро. Мы активно работаем с Евросоюзом в рамках многочисленных программ в сферах экологии, энергоэффективности, обустройства границ, регулирования миграции, поддержки госуправления. В этом году Беларусь с Евросоюзом утвердили проекты соглашений по многим-многим вопросам, в том числе выдаче визы и реадмиссии. Надеемся подписать их в ближайшее время. Нас с Австрией объединяет стремление к развитию восточного партнерства. Мы видим его как целостный, гибкий, эффективный инструмент сотрудничества в регионе, способствующий устойчивому развитию и безопасности соседей Европейского Союза. При этом оно не направлено против интересов третьих стран. Беларусь активно участвует в этом проекте и недавно озвучила свои предложения по развитию данной инициативы после 2020 года. У наших стран давняя традиция успешного экономического взаимодействия. Еще во времена Советского Союза австрийский бизнес присутствовал в Беларуси. Яркий пример – участие Австрии в создании белорусского металлургического завода в Жлобине, который и сегодня остается одним из флагманов нашей промышленности. В современной Беларуси австрийский бизнес занимает достаточно прочные позиции. Около 500 компаний, полтысячи из Австрии сотрудничают с белорусскими предприятиями. Порядка 100 из них в той или иной форме представлены непосредственно в Республике Беларусь. Это говорит о высоком уровне доверия австрийского бизнеса к нашей стране. Австрия давно и прочно вошла в число лидеров по объему инвестирования в экономику Беларуси. Капитальное вложение в нашу страну ежегодно исчисляется сотнями миллионов долларов. Например, в прошлом году эта цифра составила около 300 миллионов долларов. С участием австрийских компаний прорабатываются новые проекты на сумму более миллиарда долларов. Однако не только экономика связывает наши страны и народы. Безусловно, мы говорили и о Малом Тристинце. Этот лесной массив под Минском вошел в историю как место массового уничтожения людей нацистскими преступниками. Среди жертв Тристинца более 10 тысяч австрийских граждан. Мы понимаем, какое огромное значение имеет сохранение памяти о жертвах Холокоста для австрийского общества. Поэтому оказали поддержку инициативе Австрии по установке в меморальном комплексе Тристинец монумента. Массив имен в память об австрийских гражданах, уничтоженных там гитлеровцами в годы Второй мировой войны. Только что президент сказал о том, что этот концлагерь менее был известен в Австрии, нежели другие крупные конституционные лагера Второй мировой войны. Хочу вам сказать, что нам он очень был известен, этот концлагерь в Малом Тристинце. И мы в честь памяти тех погибших граждан, и не только из Австрии, там немало было убито граждан других стран, в том числе белорусов. И мы не ради нашей дружбы с австрийцами, а задолго до визита руководителей вашего государства создали там мемориал. Я очень благодарен президенту Австрии, который тогда попросил власти Беларуси об установлении там отдельного памятника, австрийского памятника гражданам Австрии. Он меня благодарит, а я прежде всего благодарю его. За что? За то, что он показал пример ответственности и порядочности в отношении тех, кто погиб тогда, безвинно убиенных. Показал пример тем, кто должен был давно так же поступить, как австрийское руководство. Важно продолжать такое сотрудничество, расширять контакты научных, музейных учреждений, историков, занимающихся темой Тристинца. Сегодня мы с особым чувством передали Дому истории Австрии ряд предметов, которые принадлежали австрийским гражданам, убитым нацистами в лагере смерти Малый Тристинец. Эти артефакты были недавно обнаружены в ходе археологических раскопок. В рамках обсуждения гуманитарной темы от себя лично, от народа моей страны, я поблагодарил в лице федерального президента всех австрийцев, которые вовлечены в оздоровление детей из регионов Беларуси, пострадавших от чернобыльской катастрофы. Эта благородная деятельность продолжается уже более 25 лет и стала важной составляющей наших дружественных отношений. В заключение хочу еще раз подчеркнуть. Беларусь искренне заинтересована в углублении сотрудничества с Австрией во всех областях взаимного интереса на благо наших стран и народов. Поверьте, я знаю тенденции, разные тенденции в Европейском Союзе в плане Беларуси. Хочу сказать, господин президент, может быть не сегодня, не завтра, но послезавтра точно вы будете гордиться тем, что вы когда-то приехали в Беларусь, посмотрели на эту страну, убедились в том, что это не чужая для Европы страна. Вы об этом мне говорили, когда были со своей супругой и сказали, что здесь живут достойные люди. Вы никогда не пожалеете об этом. Беларусь – это центр Европы, Беларусь – это европейская страна, и ее политика направлена на исключительно мирные, дружественные, взаимовыгодные отношения не только с соседями, но и с давними, проверенными нашими друзьями, каковым является ваша прекрасная и богатая страна.